Он помог завоевать победу в Великой Отечественной войне. Защитить мир от ядерной катастрофы. Сделать космос ближе к человеку. Спасти тысячи жизней после аварии на Чернобыльской АЭС. Осуществить прорыв в медицине. Борис Патон. Его жизнь – пример служения людям и Отечеству. Т-34 массово пошли на фронт со швами Патона. Он технологически обеспечивал фундаментальное развитие ракетно-космической техники. Сергей Павлович, конечно, не мог не вовлечь в космическую программу Бориса Евгеньевича Патона. Другого такого специалиста не было в стране. Ключевой лидер, благодаря которому наука в Украине есть. Есть такая доминанта – это служение Отечеству. На днях Борису Евгеньевичу Патону исполнился 101 год. Он до сих пор руководит Национальной Академией Наук Украины. Мы живем в одно время с выдающимся ученым, который стал символом целой эпохи. Эпохи дерзких идей, гениальных научных открытий, талантливых и отчаянно смелых людей. Эта эпоха уже в прошлом, но Борис Патон, победив время, остается человеком будущего. 17 июля 1984-го. Советские космонавты Светлана Савицкая, Владимир Джанибеков и Игорь Волк поднимаются на борт корабля «Союз Т-12». Экипажу предстоит историческая миссия. Светлана Савицкая должна стать первой женщиной, вышедшей в открытый космос. Вместе с Владимиром Джанибековым она проведет на орбите уникальный эксперимент по сварке, резке и пайке металла. Специально для этой космической экспедиции ученые Киевского института электросварки разработали универсальный ручной инструмент УРИ. Аналогов ему в мире нет. Это действительно прибор для тонкой работы. Там можно просто делать произведение искусства. Мы тренировались в гидролаборатории, мы тренировались в барокамере, где создавалось разрежение такое же, как там на орбите. Там много тренировок было. Созданием этого оборудования руководил лично глава института электросварки, президент Академии наук УССР Борис Патон. УРИ отлично показал себя в испытаниях на Земле. Но как он будет работать в условиях невесомости, абсолютного вакуума при колоссальных перепадах температур? Малейшая ошибка могла стоить космонавтам жизни. Американцы говорили, это опасно. Вакуум, искра попадает на скафандр, прожигает, астронавт погибает. Когда выходишь уже за борт станции, там дополнительные сложности накладываются, которые не моделируются на Земле. Уже много лет шла холодная война, противостояние США и Советского Союза. В том числе в гонке за освоение космоса. За новостями с орбиты, затаив дыхание, следил весь мир. Борис Патон в своем киевском кабинете ждал звонка из Центра управления полетами. Киев — Национальная академия наук Украины. Уже более ста лет ее ученые преображают жизнь человечества. Они разработали передовые космические технологии и суперсовременное медицинское оборудование. Уникальные способы сварки металлов, полимеров и даже живых тканей. Открыли новые галактики, лекарства, рецепторы в организме человека. Было открыто в отделе Олега Александровича Качетоля два рецептора, которые лежат в основе передачи болевого сигнала. Мы потом поделились нашими знаниями с коллегами из Германии. Они немножко модифицировали наш подход и в итоге получили Нобелевскую премию. Сегодня Академия наук — это интеллектуальный золотой запас страны. Руководит Академией Борис Патон. Символично, что ученый родился в день ее основания, 101 год назад. Это человек, который объединял всю науку не только Украины, а, может быть, многих стран в свете. Академия наук Украины очень повезла, что во главе ее вот уже почти 60 лет стоит человек, столь преданный науке, прекрасный организатор, понимающий суть науки. С твердым характером и умением доводить дело до конца. Несмотря на все испытания, он служит людям и своей стране, постоянно работает и развивает Институт Патона и Академию наук. Науке Патон посвятил всю жизнь. И даже сейчас, несмотря на почтенный возраст, ученый продолжает работать допоздна. Недавно он спросил, а в пятницу почему полшестого кого-то нет? Я говорю, Борисович, так в пятницу рабочий день до 16-15. Он говорит, это как? В этом кабинете обсуждаются самые невероятные идеи, рождаются гениальные научные открытия. На рабочем столе ученого портрет отца, Евгения Аскаровича, батя, как ласково называет его, Патон-младший. В моей жизни очень большая роль, потому что Евгений Аскарович был невероятно большим тружеником. И он стремился к тому, чтобы все результаты его работы находили применение на практике. В мае 1970 года в Киеве состоялся международный симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения Евгения Аскаровича Патона, выдающегося советского ученого, вице-президента Академии наук Украины, героя социалистического труда. По решению ЮНЕСКО, эту дату отмечала общественность всего мира. Евгений Патон родился 4 марта 1870 года в Ницце. Его дед Петр Иванович отличился в войне с Наполеоном, военную карьеру закончил в чине генерала от инфантерии и должности сенатора. Отец Оскар Петрович – военный инженер, гвардейский полковник, консул Российской империи в Ницце. Во время учебы в инженерном училище дружил с Федором Достоевским. Есть такая доминанта – это служение Отечеству. Ведь сколько властей, представьте себе, есть род, который дал таких выдающихся людей, заметных в своем времени. Евгений Патон получил блестящее инженерное образование, окончил Саксонскую высшую королевскую техническую школу в Дрездене и Петербургский университет инженеров путей сообщения. Дипломы престижных вузов, талант, хорошее воспитание у молодого человека было все, чтобы жить и строить карьеру за границей. Он относился как патриот к тому, чтобы продолжать работать на родине своей и добился здесь больших успехов. Профессор Патон уже был известным мостостроителем, когда в 1904-м получил приглашение возглавить инженерный факультет Киевского политехнического института. Он будет преподавать здесь 35 лет, создаст две кафедры – мостов и электросварки, вырастет плеяду талантливых ученых. В одном из своих произведений Константин Паустовский написал «Кто не учился у Патона, тот не знает жизни». Евгений Аскарович, в общем, казался всем суровым человеком, таким недоступным, а он был добрым человеком и заботился о людях. Начало 20-го века вносит в жизнь человечество драматические перемены. 28 июля 1914-го начинается Первая мировая война. На ее фронтах еще гибнут люди, когда Россию в 1917-м сотрясают две революции. К власти приходят большевики. Страна захлебывается в крови террора и репрессий. Миллионы жизней уносит гражданская война. Дворянин Евгений Патон для большевиков – классовый враг. Его брат с семьей и многие друзья расстреляны. Близкие уговаривали инженера бежать из страны. Отец Патона остался в стране. Он чувствовал, что его призвание остаться даже и в трудную минуту с этой страной и принести ей пользу. Осенью 1918-го в Киеве хаос и беспорядки. Власть гетмана Павла Скоропадского вот-вот рухнет. На улицах хозяйничают вооруженные банды. В этой тревожной обстановке 27 ноября в городе проходит учредительное собрание Украинской академии наук. Ее первым президентом избран ученый-естествоиспытатель Владимир Вернацкий. В этот же день происходит еще одно событие, которое изменит мировую науку. В семье Патонов рождается младший сын Борис. Кто знал проведение, видимо, только знал, что пройдет какое-то время, и вот этот новорожденный в день образования академии возглавит эту академию на больше, чем полстолетия. Семья Патонов жила в профессорском корпусе на территории КПИ. Евгений Аскарович почти все время на работе. В 1928 году у него появляется новый научный смысл жизни. Инженер впервые видит электрическую сварку металла. Мой отец, он был очень известным мостостроителем, а потом круто изменил свою профессию. Почти в 60-летнем возрасте он увлекся сваркой. Опытный инженер понимает, сварка – это технология будущего. Он добивается открытия нескольких мастерских и небольшой лаборатории, где вместе с сыновьями и группой единомышленников исследуют новый способ соединения металла. С первых же дней я отдал Бориса в науку к уже более опытным нашим товарищам. Я привел сына в лабораторию и сказал ему, учись варить, вот проволока, вот куски металла, флюс в ведре. Товарищи помогут, расскажут. А через некоторое время придется тебе самому учить других. Помни об этом. Тогда были такие разговоры среди некоторых ученых. Ну что это за наука сварка? Как бочку сделать без клепок, без заклепок? Это не наука. Но жизнь подтвердила, что это именно наука. В 1934-м на базе лаборатории создан первый в мире научно-исследовательский институт электросварки. Тогда, в годы первых пятилеток, Советский Союз активно покупал на Западе новейшее оборудование и технологии. За придуманную в США сварку под флюсом, она давала швы очень высокого качества, СССР собирался заплатить 8 миллионов долларов. «Не спешите, мы и сами с усами», сообщил наверх потом старший. И действительно, скоро в его институте научились варить металл под флюсом. Всего через несколько лет эта технология сыграет важнейшую роль в Великой Отечественной войне. Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Идет сложная операция на поджелудочной железе пациента. С помощью вот такого сварочного аппарата хирурги рассекают и соединяют живые ткани практически бескровно. Под впливом электрозваривания отбывается реструктуризация живой тканины. Она не гинет, она меняет свою структуру. Над проблемой сварки живых тканей Борис Патон задумался в начале 90-х, когда оказался на операционном столе после неудачного катания на водных лыжах. И когда он пришел в себя, он спросил, как делали. А ему говорят, как обычно, значит, кость срезали пилу. А он говорит, вы знаете что, так надо же сварку применить. В тот же день Патон дал команду начать эксперименты. Например, надо сварить вот эти два кусочка этих самых тканей. Берете пинцет, пинцетиком сжимаете. Есть специальная схема, которая говорит, какой ток надо выбрать. Ответственное дело, потому что если вы берете слабый ток, ничего не будет. Если вы берете сильный, получите ожог, обуглиться, будет беда. Главные преимущества новой технологии – уменьшение кровопотери, сокращение времени операции, быстрая реабилитация. Сегодня это сварочное оборудование используется во всех сферах медицины. От общей хирургии до офтальмологии. Ежегодно по технологии Патона в Украине проводят до 30 тысяч операций. Уже много лет в Институте Патона работают над возможностью сварки костной ткани. Когда ученые научатся это делать, произойдет революция в медицине. Переломы самой высокой сложности смогут лечить за считанные дни. Это не будет, может быть, высокочастотная сварка, как здесь, живых, мягких тканей. Это будет что-то иное, но мы обязательно научимся варить кости. В 1941 году Борис Патон закончил Киевский индустриальный институт. Так тогда назывался КПИ. По специальности инженер-электрик. Защита диплома была назначена на 22 июня. Первый день войны. А в это время уже немцы бомбили, вот залезли в подворотную, хотя это было совершенно противоположное, так уже нужно было сделать. Слава Богу, в нас не попало. Сегодня 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Первые месяцы Великой Отечественной были для Советского Союза очень трудными. Почти вся авиация и военная техника уничтожены. Красная армия отступает и несет тяжелые потери. Уже захвачены Белоруссия, Прибалтика, большая часть Украины. Гитлеровцы рвутся к Москве. Одна из причин неудач советских войск – острая нехватка танков. Танк Т-34. В годы войны его называли рабочей лошадкой Красной Армии. Позже признают лучшим средним танком Великой Отечественной. Именно на эту модель делает ставку советское командование. Но скорость производства танков крайне низкая. Все детали свариваются вручную. И руководители фронтов во время визитов к Иосифу Виссарионовичу Сталину чуть ли не умоляли его – дайте танков, дайте танков. Ускорить производство танков поручили Евгению Патону и его коллегам. Еще в первые дни войны 71-летний ученый написал письмо верхомному главнокомандующему. «В моем возрасте я вряд ли могу быть полезным на фронте, но у меня есть знания и опыт, и я прошу вас использовать меня как специалиста там, где вы найдете возможным и нужным. Родина в опасности, и я хочу свои последние силы отдать на ее защиту». На боевую вахту Институт электросварки заступает в эвакуации в Нижнем Тагиле. Работа в цехах кипит круглые сутки. Но бронированная сталь никак не хочет покоряться. Качество сварных швов Евгений Аскарович проверяет лично. Вместе с ним работают сыновья Владимир и Борис. Молодой инженер-электрик Борис Патон монтирует сварочные установки, сам делает любую черновую работу. Режет провода, паяет наконечники, носит тяжелую аппаратуру. Благодарностью вспоминаю своего отца, который, вот, не зирая на то, что это его сын, не делал ему поблажек, а давай иди работай. Работа на Урале принесла Борису Евгеньевичу первую научную победу. Тогда молодой ученый помог создать уникальные автоматические установки. Они позволяли сваривать под флюсом броню и другие элементы танка. Главные преимущества нового оборудования – скорость работы, высокое качество сварного шва, простота в управлении. Теперь ковать панцири советских танков могли даже дети. Просто дети уже работали сварщиками, подставляли им под ноги ящик, чтобы они добирались до верху, и вот так продолжали работать. Для испытаний новой технологии изготовили особый танк. Одна половина его брони была сварена вручную, другая – швом потона. На полигоне машину обстреляли прямой наводкой. Которая была вручную сварена, разрушенная, а та, которая была сварена автоматами, выдержала за невероятно короткое время. Организовали производство. Рекорд был 35 танков за одни сутки. Невиданные по масштабам танковые сражения на Курской Буге выиграли советские танки Т-34. Их броневые корпуса были сварены по методу потона. По новой технологии сваривали и фугасные авиабомбы, реактивные снаряды для «Катюш», легендарные ППШ. Общая длина потоновского шва тогда составила 6 тысяч километров. Евгения Патона называют одним из тех, благодаря кому мы выиграли войну. Это действительно была героическая работа. И не случайно тогда Евгений Оскарович Патон в 43-м году получил звание Героя социалистического труда. Ну, а Борис Евгеньевич был у него, как говорится, важным помощником. 9 мая. Долгожданный, незабываемый день победы. После войны во дворе Киевского института электросварки установили вот этот танк. Дань памяти всем, кто ковал советскую броню. Бориса Патона и других ученых наградили символическими черными «тридцатьчетверками». Единственный танк белого цвета вручили Евгению Патону. Вернувшись в Киев, в этом кабинете Евгений Оскарович разрабатывает сварочное оборудование нового поколения. Оно поможет возродить промышленность страны и воплотить в жизнь давнюю мечту инженера. Еще в 1940-м он начал работу над созданием уникального моста через Днепр. После войны Патону пришлось отстаивать свою идею в высоких кабинетах. Вы что, это же 1543 метра, мост длиннее Крещатика. Строительство было под угрозой срыва. Наконец, правительство дало зеленый свет. Евгению Оскаровичу было уже за 80. Он слабел с каждым днем, но все равно приезжал смотреть, как пролет за пролетом создавалось его главное творение. В июне 1953-го работы были завершены. Шедевр человеческого созидательного гения. Выдающееся инженерное сооружение 20-го века по версии Американской академии электросварки. Первый в мире цельносварной мост. Он находится в Киеве и носит имя своего создателя – Евгения Патона. Эта переправа словно связала два берега его жизни. Молодость, посвященную мостам и зрелость, озаряемую бликами сварки. Когда мост испытывали, когда нагружали мост, Евгений Оскарович стоял под мостом, под его пролетом, и Борис Евгеньевич сказал «Батя стоял». Вот эта фраза «Батя стоял» – это было сказано настолько тепло и настолько по-настоящему. Незадолго до смерти Евгению Патону прислали эту фотографию. Рабочие, которые помогли воплотить его мечту. Они знали, что инженер угасает, и передавали своему бате последний привет. 5 ноября 1953-го во время торжественного открытия моста для проверки на прочность во всю его ширину пустили колонну тех самых «тридцать четверок». Во главе на автомобиле ехал Борис Патон. Его отец не дожил до этого дня всего три месяца. Я у своего отца научился тому, что прежде всего должна быть работа и интерес к этой работе, а не интерес к набиванию своих карманов. Через полгода после Второй мировой распадается антигитлеровская коалиция, союз СССР и западных держав. 5 марта 1946-го экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступает в американском городке Фултон с одним из главных политических манифестов столетия. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике через весь континент был опущен железный занавес. За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Фактически слова Черчилля означали, бывшие союзники становятся врагами. Так началась Холодная война. Многолетнее противостояние двух сверхдержав США и Советского Союза. До Средиземные Штаты имели преимущество перед Советским Союзом, потому что у них были базы авиационные в Турции, в Италии, в Англии. Чтобы обеспечить паритет, в 62-м СССР размещают свои ракеты на Кубе. Ситуация накалилась до предела. Разразился Карибский кризис. Мир в шаге от ядерной катастрофы. В Днепропетровске, в КБ Южное полным ходом идет работа над созданием советских ракетных комплексов нового поколения. Такие ракеты могли в течение длительного срока сохранять боеготовность, а по тревоге стартовать за считанные секунды. Но возникли проблемы. Опасность была изнутри. Компоненты топлива, которые оказались столь агрессивными, что они могли через микротрещины протекать. И это могло привести к несанкционированному запуску двигателя и к взрыву. Главный конструктор Михаил Янгель понимал, без идеальной герметичности соединений все может обернуться катастрофой. Понимал это и друг великого конструктора, глава Института электросварки и новый президент Академии наук УССР Борис Патон. Гений это тот, который может находить правильные решения быстро и с минимальной затратой рабочего времени. Борис Янчич именно такой, у него редкая способность сразу схватывать главное. В кратчайшие сроки Патоновцы предоставили все необходимое. Жаростойкие металлические материалы, точные методы расчетов, а главное, принципиально новые способы соединения металлов. Аргонно-дуговую сварку, а позже диффузионную, электронно-лучевую и даже сварку энергии взрыва. И это позволило Советскому Союзу иметь ракетные стратегические системы, которые отвечали самым высоким требованиям. Без того, что сделали специалисты Института электросварки и лично Борис Евгеньевич эту фундаментальную дорогу развития ракетной техники в Советском Союзе было бы сделать невозможно. Несколько десятилетий КБ «Южная» и Академия наук во главе с Патоном будут наращивать боевую мощь страны. Рысак, сатана, воевода. К счастью, ни одна из этих ракет никогда не взорвется. Бориса Евгеньевича назначили президентом Академии наук УССР в 62-м. Тогда у некоторых это вызвало недоумение. За глаза говорили, сварщику доверили науку. Но очень скоро скептики замолчали. Ученые, так же, как и артисты, как художники, как композиторы, нуждаются в, знаете, такой эмоциональной поддержке. Если его труды никем не воспринимаются, он в депрессию впадает. Нам всегда нужна эта поддержка. Борис Евгеньевич это всегда делал для всех ученых, независимо от специальности. Его подход заключался в том, что, и это сформулировал, кстати, Евгений Аскарыч, что все, что мы делаем как ученые, мы должны делать на благо людей. Мы должны это реализовывать, мы должны это внедрять. И институтов появилось много новых по новым специальностям. Академия, конечно, прежде всего, должна стремиться развивать фундаментальные исследования, но не забывать при этом и прикладные исследования и разработки. В 1975-м Патону предлагают переехать в Москву и возглавить Академию наук СССР. Но я побывал у Суслова, он говорит, вот давай, это, говорит, просьба Леонида Ильича и так далее, и так далее. Я говорю, ну, спасибо, Леонида Ильича, но я не могу, как не могу, я говорю, расширопел. Я говорю, вот так. Михаил Андреевич, на такой пост палкой не загоняет. Он торопел. Интересы науки Патон отстаивал и в Верховном Совете СССР. За 30 лет его работы депутатам были реализованы сотни научных проектов. Эти инновации позволили сэкономить для государства миллионы рублей. Вот эта связка идеи науки глубокой, технологии и готового выпуска промышленной продукции, то есть готового созидания, вот эта цепочка как раз и есть в основе любого его шага. Практически ежедневно приходили к нему письма с просьбами. Обращались люди со всякими проблемами, с личными проблемами, по здоровью, по жилью, по работе. От Москвы до самых, до окраин, как говорится. Из Якутии, из Владивостока. Несмотря на всю свою перегруженность и занятость, он обязательно их считал. И обязательно на них реагировал. Через огромные лесные массивы, поля, через реки, озера, болота, обраги прокладывался путь стальным трубам в газовой магистрали. Во второй половине 20 века в энергетической политике СССР наступают кардинальные перемены. Природный газ, который раньше просто сжигали, как отходы нефтепроизводства, становится одним из главных источников энергии. По всей стране полным ходом идет строительство многокилометровых магистралей. В октябре 1948 запускают газопровод Дашава-Киев, тогда самый мощный в Европе. Ключевую роль в его строительстве сыграл институт электросварки. Под руководством Патона было налажено производство труб большого диаметра и разработаны способы их соединения. Такой был мозговой штурм. Решили отказаться от наружного исполнения. И машину всю расположили внутри трубы. И снабдили ее самоходным движением. Это была машина К-700, или она называлась «Север». Эта машина собирала стык и практически за несколько минут осуществляла сварку этого стыка. Нижняя Тура – Москва, Оренбург – Ужгород, Уренгой – Помары – Ужгород. Метр за метром через вечную мерзлоту Сибири и изнурительную жару Азии, через леса, реки и болота тянулись вперед магистрали, сваренные по методу Бориса Патона. Они обеспечивали теплом миллионы семей, помогали поднять промышленность и превратили СССР в главного экспортера газа в Западную Европу. Удалось Патону решить и проблему, которая казалась неразрешимой – ремонт подводных частей магистрали. Здесь, в этой лаборатории, было создано высокоточное оборудование для сварки под водой. Это уникальные кадры. Сотрудники лаборатории демонстрируют новое поколение аппаратов для полуавтоматической сварки порошковой проволокой. Сегодня это оборудование Институт Патона экспортирует по всему миру. Сварка полуавтоматом особенно, это можно сравнить его как с каллиграфией. То есть это как водолазная каллиграфия. Требует твердые руки, требует внимания, требует концентрации на самом процессе. В конце 80-х на Камчатке затонула советская атомная подлодка. Казалось, шансов на спасение экипажа не было. На помощь привлекли специалистов из Киева. Вот наши специалисты взяли полуавтомат, взяли проволоку, прилетели на Камчатку, водолаз опустился и в течение нескольких часов вырезал необходимое окно для выхода экипажа. Все члены экипажа выжили. КОНЕЦ Быстрота, удобство, надежность. Современный скоростной поезд прошивает пространство, как стрела. Некоторые могут разгоняться до полутысячи километров в час. И это не предел. Китай, Япония, Франция, Германия, США. Сегодня этот вид транспорта востребован во всем мире. Но мало кто знает, что именно здесь, в Киеве, когда-то придумали технологию, которая вывела поезда на новый скоростной уровень. Ее созданием руководил Борис Патон. Он прекрасно эрудит во всех областях. Это поражает его знания. Почему он вот эти комплексные работы охотно все выполняет? Он прекрасно владеет всеми смежными вопросами, которые возникают. Еще в 70-х годах патоновцы придумали, как соединять фрагменты рельсов практически в единое целое, без зазоров на стыках. Для этого применили контактно-стыковую сварку оплавлением. Стык, полученный с помощью такой технологии, сегодняшние технологии контактно-стыковой сварки рельсов, позволяют сваривать рельсы со значительным натяжением, что необходимо при строительстве современных скоростных железных дорог. Москва. Один из крупнейших в мире музеев космонавтики. Его экспонаты уникальны. Первые скафандры и личные вещи легендарных покорителей космоса, искусственные спутники Земли и побывавшие на орбите аппараты, прошлое и настоящее космической одиссеи человечества. История музея началась в 60-х, со строительства этого монумента покорителем космоса. Когда было принято решение облицевать монумент покорителем космоса, встанет новый вопрос. Сварка пластин, из которого сделан вот этот шлейф, и Сергей Павлович Королёв попросит Бориса Евгеньевича поучаствовать в создании монумента покорителем космоса. Это положило начало дружбе двух великих людей – отца советской космонавтики Сергея Королёва и выдающегося учёного Бориса Патона. Борис Евгеньевич Патон однажды сам напишет «Мне выпало счастье быть знакомым с СП и работать с ним». Он называет его СП. Так называли Сергея Павловича только очень близкие люди. Дружба между людьми такого, ну просто космического масштаба. Это прежде всего вот чувство локтя, когда было сделано рукопожатие на какие-то дела. Сергей Королёв – главный конструктор советских ракет. В октябре 1957-го под его руководством был запущен первый искусственный спутник Земли. Четыре года спустя, 12 апреля 1961-го, состоялся первый полёт человека в космос. Юрий Гагарин на корабле «Восток» открыл эру пилотируемых космических аппаратов. Покорив космос, Гагарин стал самым известным человеком планеты. Космонавт объездил множество стран. Его именем массово называли мальчиков, а фамилии – заводы, пароходы и улицы. В гагаринскую улыбку были влюблены миллионы женщин во всём мире. Я обыкновенный русский человек. Таких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Тем временем Сергей Королёв уже готовил новый космический прорыв. Выход в открытый космос человека. Предполагалось, что будут строиться космические станции и, возможно, проводить серьёзные монтажные работы. И сварка была под очень пристальным вниманием главного конструктора. Исследование возможностей сварки на орбите возглавил его друг и единомышленник Борис Патон, которого конструктор называл рыцарем науки. Сергей Павлович, конечно, не мог не вовлечь в космическую программу Бориса Евгеньевича Патона. Другого такого специалиста не было в стране. Сергей Павлович Королёв считал, что сварка в космосе обязательно будет. И она позволит даже сооружать на орбите космические аппараты. 18 марта 1965-го космос стал ещё ближе к человеку. Человек вышел в космическое пространство. На глазах всего мира советский космонавт Алексей Леонов покинул корабль «Восток-2». Он стал первым человеком в открытом космосе. Водовое движение, область, море и кавказ, и хребет сейчас прошли только. Подвиг Леонова подстегнул киевских учёных. Под руководством Патона был создан вот такой сварочный аппарат – «Вулкан». В октябре 1969-го с его помощью был сварен первый в мире космический шов. Исторический эксперимент на созданной Патоновцами установке «Вулкан» провели лётчики-космонавты Шонин и Кубасов. 1984-й. Советский Союз готовится сделать новый шаг в освоении Вселенной. Мы должны были для сохранения престижа нашей страны, Советского Союза, выполнить первый выход и женщины в открытый космос, потому что эта строчка, графа в приоритетных достижениях космонавтики была не занята. У Светланы Савицкой и её напарника, уже опытного космонавта, дважды героя Советского Союза Владимира Джанибекова, была ещё одна важная миссия – испытать в открытом космосе новую разработку Института Патона. Говорили, что вот, они оба не выходили, да они друг друга скафандр прожгут, да станции могут прожечь. Невесомость, абсолютный вакуум, колоссальные перепады температур. Освоить сварку в этих сложных условиях космонавтам помогал Борис Патон и его коллеги. Он настолько по-отечески, вот как к детям к нам относился, вот это вот мы ощущали. Он не сомневался в успехе. 25 июля 1984-го. Космонавты выходят на внешнюю поверхность орбитальной станции «Салют-7». Герой Советского Союза Светлана Савицкая – первая женщина в открытом космосе. Вообще эта работа считается потенциально наиболее опасной, ну, из той деятельности, которую вот космонавты проводят на орбитальной станции, в корабле. Когда открываешь люк, и такой простор, дух захватывает. Все это очень быстро меняется. И облака над океаном, и тени длинные от облаков. Ну, потом цвет воды тоже меняется. И от черного до бирюзового. Земля потрясающе красивая. Все дальнейшие действия космонавтов тщательно спланированы. «Савицкая» зафиксировалась на корпусе станции с помощью вот такого крепежа. Он называется «Якорь». И принялась за работу. Так, начинаем варить. Три приходы. Торопят, Света. Не торопят. Не торопят. Там было, по-моему, четыре образца. По первому образцу на всех режимах я отработала. После этого мы менялись местами. А когда я работала, Женебеков там фотографировал. Шов у нее красивый, культурный. Так, у меня шов грубее. Я думаю, вот стоит передо мной советская дочка маршала авиации. Дважды Героя Советского Союза. На ней скафандр генерала от инфантерии с красными лампасами. А фотографией занимается сын простого пожарного. Эксперимент длился три с половиной часа. И вот, наконец, в кабинете Патона долгожданный звонок. Эксперимент прошел успешно. Жизнь космонавтов вне опасности. Я вспоминаю конгресс сварщиков в Америке. И наш доклад вызвал бурную реакцию. Там аплодировали по-американски. В общем-то, очень шумно и очень буйно. Главный сварщик Америки на коленях стоял передо мной. Вот перед этим чудо, говорит. Позже американцы предложат Патоновцам совместный эксперимент. Для новых испытаний космической сварки в Институте Патона будет разработан вот такой аппарат. Но в последний момент НАСА откажется от полета. Заплатили неустойку, по-моему, миллиона два там заплатили нам. А они до сих пор сварку в открытом космосе не сделали. Космические успехи Патон посвятил памяти своего друга Сергея Королева. Его не стало в январе 1966-го. Незадолго до смерти конструктора Борис Евгеньевич гостил у него в Москве. Об этой встрече в своих мемуарах позже вспоминала супруга Королева. И вот Нина Ивановна пишет, что встреча была очень теплой, очень интересной. Шли разговоры о сварке. На меня Борис Евгеньевич произвел весьма приятные впечатления. Человека умного, правдивого, искреннего. Спустя почти полстолетия Борис Евгеньевич вновь приехал в этот дом. Он пробыл здесь несколько часов. А потом его попросили написать отзыв. И вот здесь Борис Евгеньевич и напишет и о своем СП. Такие очень теплые слова. Короткая, очень короткая жизнь, наполненная великими достижениями, нечеловеческими трудностями и вместе с тем счастливая героическая жизнь. 26 апреля 1986-го мир потрясла одна из самых страшных катастроф в истории. Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции унесла тысячи жизней. С первых дней в Чернобыле работает команда Академии наук, созданная Борисом Патоном. Чтобы оценить масштабы аварии, ученые собирают образцы воздуха, грунта, воды. Люди, которые могли отслеживать массово вот эту радиационную обстановку в Киеве, были у нас в Институте ядерных исследований. План первоочередных действий Патон составит на месте аварии, когда будет летать на вертолете над еще дымящимся реактором. Вот они, эти пять пунктов, наспех, набросанную на листке из блокнота. Уникальный документ сохранился в архиве Академии наук. Всегда исключительно аккуратный. В тот раз ученый писал криво, сокращая слова. Работы было очень много и дорога была каждая секунда. Позже выяснилось, что в спешке на пол кабины вертолета забыли положить защитный свинцовый коврик. Понимаете, у него в крови, так сказать, заниматься самыми тяжелыми и важными для страны задачами. В первое, самые трудные недели, Борис Патон и его коллеги дали объективную информацию о масштабах катастрофы. После получения этих данных руководство УССР приняло решение эвакуировать из Киева и области полмиллиона детей. События нашей новейшей истории начались с Лебединого озера. Раньше этот балет Чайковского транслировали во время траура в связи со смертью генерального секретаря ЦК КПСС. 19 августа 1991-го Советский Союз замер у экранов. В стране введено чрезвычайное положение. На улицах Москвы танки. Замысел Государственного комитета по чрезвычайному положению провалился. Впереди крушение Советского Союза. 24 августа 1991-го года Верховный Совет УССР провозглашает независимость. На референдуме 1 декабря это решение поддерживает большинство жителей Украины. Неделю спустя в Беловежской пуще главы Белоруссии, России и Украины подпишут соглашение о создании Содружества независимых государств. 25 декабря 1991-го года над Кремлем был спущен красный флаг. После распада СССР наука, которой Борис Патон посвятил всю жизнь, оказалась на грани уничтожения. Мы потеряли очень много. Очень много. И до сих пор продолжаем терять. Возьмите один только вопрос. Наука в Советском Союзе и сейчас. Трудно сравнивать. Вот и все. Это был огромнейший удар, потому что не планируя спонтанно разрывать вот так вот связи науки, промышленности, научных контактов, которые пронизывали все союзные республики. В 91-м Патону 73. Он многое начинает с нуля. Реформирует Академию наук. Находит источники финансирования. Шаг за шагом восстанавливает разорванные научные связи. В 93-м Борис Евгеньевич возглавил Международную ассоциацию Академий наук. То, что Патон сделал за все последующие годы, по-настоящему можно будет оценить только в будущем. Его сосредоточенность на науке абсолютная, стопроцентная. Вот это, видимо, то, что и сохранила сегодня Академия наук Украины, и сохранила науку в Украине. Это феномен. Человек, который настолько предан своему делу, что таких очень мало сегодня. Бойцов, настоящих бойцов, которые способны все сделать для того, чтобы защитить храм науки. У него абсолютно светлая голова, чудовая память. И скажите, а если завтра не будет Патона, я не знаю. Не могу назвать ни одного прозвища, которое было достойно заменить. На последних выборах президента Академии наук в апреле 2015-го Борис Патон свою кандидатуру не выдвинул. Было несколько других кандидатов, но коллектив Национальной Академии наук уговорил Академика избираться вновь. Преимущественное мнение было, что все-таки надо его просить, при том, что много лет человеку, надо его просить согласиться на новый срок. Он таки решил, что он пойдет баллотироваться. И когда эти люди об этом узнали, они все сняли свои кандидатуры. Он проводит заседание президиума, выслушивает эти длинные доклады ученых, в каждый доклад вникает, каждый доклад комментирует и спрашивает. Вы думаете, что он спрашивает. Ну хорошо, вот это вы сегодня делаете. А что будет с вашим направлением через 20 лет? Ему не безразлично, что будет там. Многих вещей, которые происходят сегодня в жизни современной Украины, президент Национальной Академии наук не приемлет. Как вы относитесь к тому, что сейчас переписывают историю, переименовывают улицы? Я отношусь полностью отрицательно к этому всему. Это не допустимо. Не допустимо. Это действительно Великая Отечественная война со всеми трудностями, которые были, всеми ошибками и недостатками. Но этого отрицать не нужно и неправильно. Я только стою на этой позиции и буду стоять, пока ноги держат. Борис Патон. Дважды герой социалистического труда, первый герой Украины, старейший в мире президент Государственной Академии наук. Ему 101 год. У него на глазах менялись правители, границы государств, эпохи. Патон не просто свидетель главных событий, которые пережило человечество за последние сто лет. Он их участник. Один из тех, кто создавал историю. Ученый внес личный вклад в победу в Великой Отечественной войне, помог защитить мир от ядерной катастрофы. Борис Патон и его единомышленники сделали космос ближе к человеку и дали толчок промышленной революции. Осуществили прорыв в медицине и спасли тысячи жизней после аварии на ЧАЭС. Сегодня блики Патоновской сварки озаряют весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok